Артур Конан Дойль. Приключения в пансионе для мальчиков. Мы были свидетелями нескольких драматических выходов на нашу маленькую сцену на Беккер-стрит, но я не припомню ничего более неожиданного и потрясающего, чем первое появление доктора Торнекрафта Гюкстебля, магистра искусств, доктора философии и так далее. Его карточка, казавшаяся слишком малой, чтобы вместить вес его академических отличий, была нам вручена за несколько секунд до появления его самого, а затем предстала и его фигура, столь крупная, помпезная и запечатленная чувством собственного достоинства, что казалось воплощением самообладания и солидности. А между тем не успела дверь закрыться за ним, как он пошатнулся, и, пытаясь удержаться за стол, сполз по его краю и упал на пол. Мы вскочили на ноги и несколько секунд смотрели в безмолвном удивлении на этот увесистый обломок кораблекрушения, говоривший о какой-то неожиданной и роковой буре, постигшей его в океане жизни. Затем Холмс побежал за подушкой ему под голову, а я за водкой. Бледное лицо его было с горестными морщинами, отвисшие мешки под глазами были свинцового цвета, углы открытого рта были страдальчески опущены, лицо было небрито. Воротничок и рубашка носили следы долгого странствования, а нечесанные волосы торчали во все стороны. — Что это такое, Ватсон? — спросил Холмс. — Полное истощение. Может быть, просто голод и усталость, — ответил я, нащупав слабый пульс, в котором жизненный поток струился тонкой, скудной струей. — Обратный билет из Маккальтона на севере Англии, — заметил Холмс, доставая билет из карманного жилета нашего бесчувственного гостя. — Еще нет двенадцати часов. Рано же он выехал. Сморщенные веки задрожали, и пара серых глаз бессмысленно взглянула на нас. Но вслед за тем обладатель их с трудом встал на ноги, и лицо его покраснело от стыда. — Простите мне эту слабость, мистер Холмс. Я несколько переутомился. Благодарю вас. Если вы будете добры дать мне стакан молока и бисквит, то я без сомнения оправлюсь. — Мистер Холмс, я приехал лично для того, чтобы вернуться непременно вместе с вами. Я боялся, что телеграмма не убедит вас в абсолютной неотложности дела. — Когда вы вполне оправитесь, теперь я чувствую себя вполне хорошо. Не могу себе представить, почему я так ослабил. — Я хочу, мистер Холмс, чтобы вы поехали со мною в Маккальтон со следующим же поездом. Друг мой покачал головою. — Мой коллега, доктор Ватсон, может засвидетельствовать, что мы очень заняты в настоящее время. Меня удерживает дело о ферерских документах, да еще начинается суд по делу об убийстве Аберговенни. Только очень важные обстоятельства могут вызвать меня в настоящую минуту из Лондона. — Важные! — воскликнул посетитель, вскинув вверх руки. — Неужели вы ничего не слышали о похищении единственного сына, герцога Гольдернесского? — Что? — Бывшего министра? — Именно. Мы старались не допустить, чтобы это дело попало в газеты. Но вчера вечером появился намек на него в газете «Глоб». Я думал, что и вы слышали об этом. Холмс протянул свою длинную тонкую руку и достал из своей справочной энциклопедии том на букву «Г». Гольдернес, шестой герцог, кавалер ордена подвязки, тайный советник, половина алфавита, барон Беверлейский, герцог Корстонский. Боже, какой список! Лорд-наместник Голямширский с 1890 года, женат на Эдит, дочери сэра Чарльза Аппельдора с 1888 года, наследник и единственный сын лорд Сальтайр, владеет приблизительно двумя стами пятью десятью тысячами акров земли. Копи в Ланкашире и Уэльсе, адрес Карльтонхаус-Террес, Гольдернес-Холл, Галямшир, Карстонский замок, в Бангоре-Уэльс. Лорд-адмиралтейство с 1872 года, первый государственный секретарь. Ну, довольно. Этот человек, конечно, один из самых значительных в королевстве. Самый значительный и, пожалуй, самый богатый. Я знаю, мистер Холмс, что у вас очень возвышенный взгляд на вашу профессию, и что вы готовы работать ради самой работы. Однако же могу вам сказать, что его светлость уже заявил, что чек в пять тысяч фунтов будет вручен тому, кто скажет, где находится его сын, и еще тысяча фунтов тому, кто назовет человека или людей, похитивших мальчика. — Это чисто княжеские условия, — сказал Холмс. Я думаю, Ватсон, что мы поедем с доктором Гюкстеблем на север Англии. А теперь, доктор Гюкстебль, когда вы выпьете это молоко, будьте добры рассказать мне, что случилось, когда это случилось, как оно случилось, и какое отношение имеет доктор Торнокрафт Гюкстебль, начальник пансиона Блисмаккальтона, ко всему этому. И почему он является через три дня после происшествия? Состояние вашего подбородка указывает время просить моих скромных услуг. Наш гость выпил молоко и съел бисквиты. Глаза его снова заблестели, и исчезла бледность со щек, когда он принялся очень энергично и ясно излагать обстоятельства. — Надо вам сказать, господа, что я основатель и директор подготовительной школы. Может быть, комментарии Горация Гюкстебля напомнят вам мое имя. Мой пансион — самая лучшая подготовительная школа в Англии. Лорд Леверсток, герцог Блекуатор, сэр Каткартсоме поручили мне своих сыновей. Но я почувствовал, что моя школа достигла своего зенита, когда три недели тому назад герцог Гольдернесский прислал своего секретаря, мистера Джемса Уальдера, с заявлением, что юный лорд Сальтайр, десяти лет, единственный сын и наследник герцога, будет поручен моему попечению. Не думал я тогда, что это будет прелюдией к самому разрушительному несчастью в моей жизни. Мальчик прибыл первого мая, так как с этого дня начинается летний семестр. Это был прелестный юноша, и он скоро освоился у нас. Я могу вам сказать, надеюсь, что это не будет излишней болтливостью, и думаю, что половинное доверие будет нелепым в данном случае, что он был не совсем счастлив дома. Ни для кого не тайна, что супружеская жизнь герцога была не из безмятежных. Она окончилась тем, что супруги разошлись по взаимному соглашению, и герцогиня поселилась на юге Франции. Это случилось незадолго до поступления ко мне ее сына, а всем известно было, что все его симпатии были на стороне матери. После ее отъезда из Гольдернес-Холла мальчик стал задумываться, а потому герцог пожелал поместить его в мое заведение. Через две недели мальчик почувствовал себя у нас как дома и, по-видимому, был совершенно счастлив. В последний раз его видели ночью 13 мая, то есть в ночь прошлого понедельника. Его комната находилась на втором этаже, и для того, чтобы войти в нее, надо было проходить через большую комнату, в которой спали два мальчика. Эти мальчики ничего не видели и не слышали, так что можно, наверное, сказать, что юный лорд Сальтайр прошел не этим путем. Окно его комнаты было открыто, а до него подымается от земли здоровый толстый плющ. Мы не заметили никаких следов внизу, но это, наверное, был единственный путь, возможный для побега. Отсутствие мальчика было замечено во вторник в семь часов утра. Видно было по постели, что он спал в ней. Прежде чем выйти, он оделся в полный школьный костюм, состоящий из черной итанской куртки и темно-серых брюк. Не было никаких признаков, чтобы кто-нибудь входил в комнату, и достоверно то, что малейший крик или борьба были бы слышны, так как Каунтер, один из мальчиков в соседней комнате, очень чутко спит. Когда обнаружилось исчезновение лорда Сальтайра, я созвал весь персонал своего заведения, мальчиков, учителей и прислугу. Тогда выяснилось, что лорд Сальтайр убежал не один. Отсутствовал учитель немецкого языка Гей Деггер. Его комната помещается на втором этаже на дальнем конце строения, и окно ее выходит туда же, куда выходит окно комнаты лорда Сальтайра. Его постель тоже была измята, но он, очевидно, ушел полуодетый, так как его крахмальная рубашка и носки валялись на полу. Он, несомненно, спустился по плющу, так как мы видели следы его ног в том месте, где он ступил на лужайку. Его велосипед хранился в сарайчике рядом с лужайкой и тоже исчез. Гей Деггер поступил ко мне с самыми лучшими рекомендациями и прослужил у меня два года, но он был молчаливый и угрюмый человек и не пользовался популярностью ни между учителями, ни между мальчиками. Мы не напали ни на малейший след беглецов и сегодня. В четверг утром мы столь же мало знаем, как и во вторник. Мы, конечно, немедленно навели справки в Гольдернасхолле. Последний находится всего в нескольких милях от школы. И мы подумали, что мальчик под влиянием какого-нибудь внезапного припадка тоски вернулся к отцу. Но там ничего не слышали о нем. Герцог сильно взволнован. Что же касается меня, то вы сами видели, до какого состояния нервной прострации довела меня неизвестность. — Мистер Холмс, если вы когда-нибудь пускали в ход все свои силы, то, умоляю вас, сделайте это теперь, так как вряд ли вам попадется в жизни дело, столь достойное их. Шерлок Холмс выслушал крайне внимательно показания несчастного учителя. Его сдвинутые брови и складка между ними показывали, что он не нуждается в мольбах для того, чтобы сосредоточить все свое внимание на задаче, которая, помимо заключающегося в ней громадного интереса, удовлетворяла его любовь ко всему сложному и необыкновенному. Он вынул свою записную книжку и набросал в ней две или три заметки. — Это непростительно, что вы не обратились ко мне раньше, — строго произнес он. — Вы наложили этим с самого начала моих исследований очень большую излишнюю тяжесть на меня. Невозможно, например, чтобы плющ и лужайка не дали каких-нибудь указаний опытному наблюдателю. Не меня вините в этом, мистер Холмс. Его светлость страстно желал избежать всякого публичного скандала. Он боялся мысли, что его семейное горе станет достоянием света. Он питает глубокое отвращение к подобного рода огласкам. — Но было же произведено какое-нибудь официальное следствие? — Было, сэр, но оно оказалось крайне досадным. Сразу же был как будто найден ключ к разгадке, так как получены были сведения, что с соседней станции выехали с первым поездом мальчик и мужчина. И только вчера вечером мы узнали, что за этой парой было прослежено до Ливерпуля, и что они оказались совершенно непричастными к делу лицами. И вот тогда-то я, разочарованный и доведенный до отчаяния прямо после бессонной ночи, отправился с первым поездом к вам. — Вероятно, расследование на месте было приостановлено, когда пустились по фальшивому следу. Оно было совершенно остановлено. Так что пропало три дня. Дело это велось из рук вон плохо. Чувствую это и сознаюсь. А между тем задача должна была быть разрешена. Я очень рад буду ознакомиться с ней. Не восстановили ли вы какой-нибудь связи между отсутствующим мальчиком и учителем немецкого? — Никакой. — В его ли классе находился мальчик? — Нет. Насколько мне известно, они ни разу не обменялись ни одним словом. — Это действительно очень странно. Был ли у мальчика велосипед? — Нет. — Исчез ли еще какой-нибудь велосипед? — Нет. — Вы уверены в этом? — Вполне. — Так неужели вы серьезно предполагаете, что немец уехал среди ночи на велосипеде, держа мальчика на руках? — Конечно, нет. — Так что же вы думаете? Велосипед мог служить только для отвода глаз. Его могли спрятать где-нибудь, и они пошли вместе пешком. — Так, но это кажется довольно нелепым поступком для отвода глаз. Не правда ли? — Хранились ли в сарайчике и другие велосипеды? — Их там несколько. — Разве учитель не смог бы взять пару велосипедов, если бы он захотел заставить думать, что они уехали на них? — Вероятно. — Конечно, он поступил бы так. Теория отвода глаз никуда не годится. Но этот инцидент — великолепная точка отправления для расследования, ведь велосипед — такой предмет, который не очень-то легко спрятать или уничтожить. — Еще один вопрос. — Приходил ли кто-нибудь навещать мальчика перед его исчезновением? — Нет. — Никто. — Получал ли он письма? — Да, одно. — От кого? — От отца. — Вскрываете ли вы письма мальчиков? — Нет. — Почему же вы знаете, что письмо было от отца? — Потому что на конверте был его герб, и адрес был написан знакомым твердым почерком герцога. Кроме того, герцог припомнил, что писал сыну. — А перед тем мальчик давно не получал писем? — Несколько дней. — Получал ли он когда-нибудь письма из Франции? — Нет, никогда. — Вы, конечно, видите, к чему ведут мои вопросы. Или мальчик был увезен силой, или же он отправился по собственной воле. В последнем случае следовало бы ожидать, что что-то послужило толчком для того, чтобы такой маленький мальчик решился на побег. Если никто его не навещал, то побуждение это должно было быть письменное. Поэтому я пытаюсь узнать, с кем переписывался он. — Боюсь, что я не в состоянии помочь вам в этом. Насколько мне известно, он переписывался с одним только отцом, который написал ему в самый день его исчезновения. — Очень ли дружественные были отношения между отцом и сыном? Его светлость никогда не бывает в дружеских отношениях ни с кем. Он весь погружен в обширные общественные вопросы. И ему, пожалуй, недоступны никакие обыкновенные чувства. Но он всегда был по-своему добр к мальчику. — Симпатии же последнего на стороне матери? — Да. — Он сказал вам об этом? — Нет. — Так значит, герцог? — О, боже мой, нет. Так откуда вы знаете? Я имел несколько конфиденциальных разговоров с мистером Джемсом Уальдером, секретарем его светлости. Это он сообщил мне о чувствах лорда Сальтайра. — Понимаю. Кстати, нашли ли вы это последнее письмо графа в комнате мальчика после его исчезновения? — Нет, он взял его с собой. Полагаю, мистер Холмс, что нам пора ехать. — Я пошлю за каретой. Через четверть часа мы будем к вашим услугам. Если вы хотите телеграфировать домой, мистер Гюкстебль, то хорошо было бы предоставить людям по соседству с вами воображать, что расследование все еще продолжается в Ливерпуле или, где бы то ни было, в другом месте. А пока я потихоньку поработаю у ваших собственных дверей, и, может быть, след еще не настолько остыл, чтобы такие старые собаки, как Ватсон и я, не почуяли его. Вечером мы очутились в холодной, бодрящей атмосфере горной страны, в которой расположена знаменитая школа доктора Гюкстебля. Было уже темно, когда мы добрались до нее. В передней на столе лежала карточка. Лакей что-то шепнул своему господину, и последний повернул к нам свое лицо, каждая черта которого выражала волнение. — Герцог здесь! — произнес он. — Герцог и мистер Уальдер ждут в кабинете. Пойдемте, господа, я представлю вас. Я, конечно, был знаком с портретами знаменитого государственного деятеля, но сам человек был совершенно не похож на его изображение. Он был высок и величествен, безукоризненно одет, с худым продолговатым лицом и носом комично загнутым и длинным. Он был мертвенно бледен, что произвело еще более сильное впечатление от контраста этой бледности с длинной, суживающейся ярко-красной бородой, которая ниспадала на белый жилет и сквозь которую блестела цепочка от часов. Такова была величественная особа, стоявшая на предкаминном ковре и смотревшая на нас окаменелым взглядом. Рядом с ним стоял совсем молодой человек, который не мог быть никем иным, как Уальдером, личным секретарем герцога. Это был небольшого роста, нервный, живой человек, со смышленными светло-голубыми глазами и подвижными чертами. Он сразу приступил колким уверенным тоном к переговорам. — Я не успел, доктор Гюкстебль, сегодня утром помешать вашей поездке в Лондон. Я узнал, что вы имели в виду предложить мистеру Шерлоку Холмсу взять на себя ведение этого дела. Его светлость удивлен, доктор Гюкстебль, что вы сделали такой шаг, не посоветовавшись с ним. Когда я узнал, что полиция ошиблась, его светлость вовсе не убежден в том, что полиция ошиблась. Но, мистер Уальдер, вам прекрасно известно, доктор Гюкстебль, что его светлость особенно заботится о том, чтобы избежать всякого публичного скандала. Он предпочитает посвятить в свои личные дела, возможно, меньшее число людей. — Дело легко поправимо, — произнес запуганный доктор. — Мистер Шерлок Холмс может вернуться в Лондон с утренним поездом. — Вряд ли так, доктор, вряд ли так, — возразил Холмс самым ласковым тоном. — Этот северный воздух так приятен, он так бодрит, что я намерен провести несколько дней в ваших зарослях и заняться в это время с, возможно, большей пользой для своего ума. Вам решать, буду ли я пользоваться гостеприимством под вашим кровом или же под кровом деревенской харчебни. Я видел, что несчастный доктор находился в крайнем недоумении, из которого его вывел низкий, звучный голос рожебородого герцога, который заревел, как обеденный гонг. — Я согласен, доктор Гюкстебль, с мистером Уальдером в том, что вы поступили бы благоразумнее, посоветовавшись со мною. — Но раз вы уже доверились мистеру Холмсу, то было бы в сущности нелепо не воспользоваться его услугами. Я не только не допускаю мысли о том, чтобы вы перешли в гостиницу, но вы доставили бы мне удовольствие, если бы остановились у меня в Гольдернас-Холле. — Благодарю вас, герцог. Мне кажется, что в интересах следствия я поступлю умнее, если останусь на месте происшествия. — Как вам будет угодно, мистер Холмс. Само собой разумеется, что к вашим услугам все справки, какие мистер Уальдер и я, будем в состоянии дать. — Мне, вероятно, будет необходимо повидаться с вами позже, — сказал Холмс. — А теперь я только позволю себе спросить вас, сэр, составили ли вы в своем уме какое-нибудь объяснение таинственного исчезновения вашего сына? — Нет, сэр, никакого. Простите, если я заговорю о том, что для вас тяжело, но у меня нет выбора. — Думаете ли вы, что герцогиня имела какое-нибудь отношение к этому делу? Великий министр, видимо, колебался. — Не думаю, — ответил он наконец. Другое, самое вероятное объяснение, то, что ребенок был, может быть, похищен ради получения выкупа. К вам никто не обращался с подобного рода требованием? — Никто, сэр. — Еще один вопрос, ваша светлость. Я слышал, что вы писали своему сыну в самый день происшествия. — Нет, я написал ему накануне. — Совершенно верно, но он получил письмо в тот самый день? — Да. — Было ли что-нибудь в вашем письме, что могло нарушить его спокойствие или побудить к такому поступку? — Нет, сэр, конечно, нет. — Сами ли вы отправили это письмо? Секретарь не дал вельможа ответить и горячо вмешался в разговор. — Его светлость не имеет обыкновения сам отправлять письма. Это письмо лежало вместе с другими на письменном столе, и я сам положил их в почтовую сумку. — Вы уверены в том, что между ними было и это письмо? — Да, я заметил его. — Сколько писем ваша светлость написали в этот день? — Двадцать или тридцать. У меня обширная корреспонденция. Но это уже, кажется, не относится к делу. — Не совсем, — ответил Холмс. — Со своей стороны, — продолжал герцог, — я посоветовал полиции обратить свое внимание на юг Франции. Я уже сказал, что не считаю герцогиню способной поощрить такой чудовищный поступок. Но у мальчика были самые ложные убеждения, и, возможно, что он бежал к ней при помощи этого немца и подстрекаемый им. — Теперь, доктор Гюкстебль, я полагаю, что нам пора вернуться в Гольдернас-Холл. Я видел, что Холмсу хотелось бы задать еще несколько вопросов, но резкое обращение вельможа показывало, что аудиенция окончена. Очевидно было, что его в высшей степени аристократической натуре крайне претило такое обсуждение интимных семейных дел с посторонними, и что он опасался, как бы с каждым новым вопросом не осветились более ярким светом темные уголки его герцогской истории. Когда вельможа и его секретарь уехали, мой друг сразу погрузился со свойственной ему горячностью в расследование. Комната мальчика была тщательно исследована, но это ничего не дало, кроме абсолютного убеждения в том, что ребенок мог исчезнуть только через окно. Комната и вещи немецкого учителя не дали никакой дальнейшей нити. Один побег плюща надломился под его тяжестью, и мы увидели при свете фонаря след от каблуков в том месте, где он опустился на землю. Неясный отпечаток на короткой зеленой траве служил единственным материальным свидетельством, оставленным этим необъяснимым ночным бегством. Шерлок Холмс вышел из дому один и вернулся только после одиннадцати. Он добыл большую подробную карту этой местности, принес ее в мою комнату, где разложил ее на постели, и, прицепив лампу над серединой ее, принялся над ней курить, иногда указывая янтарем своей трубки на некоторые интересные точки. — Это дело поглотило меня, Ватсон, — сказал он. В связи с ним возникают положительно интересные пункты. Я бы хотел, чтобы в начале нашего следствия вы освоились теми географическими пунктами, которые будут иметь честное отношение к нему. — Взгляните на эту карту. Этот темный квадрат — пансион. Я воткну в него булавку. Эта линия — большая дорога. Вы видите, что она идет мимо школы с востока на запад, и вы также видите, что нет ближе мили ни одной боковой дороги. Если двое беглецов пустились по дороге, то только по этой дороге. — Совершенно верно. — Благодаря странному и счастливому случаю мы можем до некоторой степени восстановить то, что происходило на этой дороге в интересующую нас ночь. На том месте, где покоится теперь кончик моей трубки, сельский констебль стоял на посту от полуночи до шести часов утра. Это, как видите, первая дорога, пересекающая большую с восточной стороны. Констебль утверждает, что он не покидал своего поста ни на одну секунду, и что положительно ни мальчик, ни мужчина не могли бы пройти этим путем так, чтобы он их не заметил. Я говорил сегодня утром с этим полисменом, и он показался мне вполне надежной личностью. Этим исчерпывается восточный конец дороги. — Займемся теперь западным. Тут есть харчевня, красный бык, хозяйка которой была в ту ночь больна. Она послала в Макльган за доктором, который не появлялся до утра, так как был занят в другом месте. Живущие в харчевне не спали всю ночь в ожидании прибытия доктора, и то тот, то другой из них беспрерывно смотрели на дорогу. Они заявляют, что никто по ней не проходил. Если свидетельство их правильно, то мы к своему благополучию можем покончить и с этой частью дороги и вывести заключение, что беглецы вовсе не воспользовались дорогой. — Но велосипед, — возразил я, — совершенно верно. Мы сейчас поговорим о нем. Теперь будем продолжать наше рассуждение. Если они не отправились по дороге, то должны были направиться на север или на юг от дома, это несомненно. Взвесим одну вероятность против другой. На юг от дома простирается, как вы видите, большой участок пахотной земли, разделенный каменными изгородями на небольшие поля. Я не допускаю, чтобы там мог проехать бицикл. Мы можем это отбросить. Обратимся к местности на север от дома. Тут находится рощица, помеченная на карте под названием «Мохнатые рощицы». А дальше простирается на десять миль большая бесплодная местность, нижний Джильмур, которая постепенно легкую покатостью поднимается вверх. Здесь по одну сторону пустыря стоит Гольдернес-холл в десяти милях по дороге, но всего в шести напрямик. Это исключительно пустынная равнина. Небольшое число фермеров арендуют маленькие клочки ее, на которых они разводят овец и рогатый скот. Помимо последних, единственными обитателями этой местности являются Кулик и Каравайка до самой Честерфильской большой дороги. Там, как видите, есть церковь, несколько коттеджей и харчебня. Дальше холмы становятся крутыми. Несомненно, что мы должны направить свое следствие сюда, на север. — Но велосипед! — настаивал я. — Ну так что ж! — нетерпеливо воскликнул Холмс. — Хорошему велосипедисту не нужна непременно большая дорога. Заросли вереска перерезаны тропинками, и в ту ночь светила луна. — Эгэ, а это что? Вслед за стуком в комнату вошел доктор Гюкстебль. Он держал в руке голубую шапочку с белой нашивкой. — Наконец-то мы имеем ключ! — воскликнул он. — Благодарение небу! Мы напали, наконец, на след милого мальчика. Это его шапка. — Где она найдена? — В повозке цыган, которые расположили свой табор в зарослях вереска. Они уехали во вторник. Сегодня полиция догнала их, обыскала их табор, и вот что нашла. — Как они объясняют это? Они виляли и лгали. Говорили, что нашли шапку в вереске во вторник утром. Они знают, эти мерзавцы, где находится мальчик. Они, слава богу, все сидят благополучно под замком. И страх перед законом или кошелек герцога выманит у них все, что они знают. — До сих пор все идет хорошо, — сказал Холмс, когда доктор ушел, наконец, из комнаты. — Это, во всяком случае, подтверждает нашу теорию, что нам следует надеяться на результаты со стороны Нижнего Джильмура. Полиция, в сущности, ничего не сделала, кроме ареста этих цыган. Взгляните сюда, Ватсон. Заросль прорезана ручьем. Вот он, показан на карте. В некоторых местах он расширяется, образуя болото, особенно в местности между Гольдорнасхоллом и школой. Напрасно мы стали бы в такую сухую погоду отыскивать следы в ином месте. Тут же мы имеем шанс напасть на какой-нибудь оставленный след. Я завтра рано приду к вам, и мы попробуем пролить немного света на эту тайну. Начинало только рассветать, когда я проснулся и увидел у своей постели длинную тонкую фигуру Холмса. Он был вполне одет и, по-видимому, уже выходил. — Я осмотрел лужок и сарайчик с велосипедами, — сказал он, — а также прогулялся по мохнатой рощице. Теперь, Ватсон, в соседней комнате подано какао, и я попрошу вас поспешить, так как нам предстоит большая работа. Глаза его блестели, и щеки раскраснелись от возбуждения мастера, видящего перед собой работу. Этот деятельный, бодрый человек был совсем иным Холмсом, чем сосредоточенный бледный мечтатель Беккер-стрит. Я чувствовал при виде этой гибкой фигуры, воспламененной энергией, что нас ожидает действительно день усиленного труда. Однако же он начался с самым мрачным разочарованием. Окрыленной надеждой мы шли по торфяной рыжевато-бурой заросля, перерезанной бесчисленными овечьими тропинками, пока не дошли до широкого светло-зеленого пояса, обозначавшего болото, лежащее между нами и Гольдернессом. Если бы мальчик направился к своему дому, то он, несомненно, должен был бы пройти здесь, а пройдя, не мог бы не оставить следов. Но мы не видели ни малейших признаков ни его, ни немца. С потускневшим лицом мой друг шел по краю болота, неотступно следуя за каждым пятнышком грязи на мшистой поверхности. Овечьих следов было в изобилии, а на одном месте на несколько миль ниже. Оставили следы своих ног коровы. И ничего больше. — Неудача номер один, — сказал Холмс, мрачно оглядывая развертывавшуюся перед ним заросль. — Там дальше есть другое болото, отделенное от этого узким перешейком. — Э-гэ-гэ, а это что такое? Мы подошли к маленькой черной тропинке. Посреди ее, на мягкой почве, ясно был виден след велосипеда. — Ура! — воскликнул я. — Мы напали на след. Но Холмс покачал головою, и лицо его носило выражение скорее недоумения и ожидания, чем радости. — Какого-то велосипеда, да, но не нашего, — сказал он. — Мне известны сорок два различных следа, оставляемых шинами. Эти шины, как видите, денлопские, с заплатой на внешней стороне. Шины же велосипеда Гейдагера были пальмерские, оставляющие следы продольных лент. Эвелин, учитель математики, положительно утверждал это. Следовательно, это не след Гейдагера. — Так, значит, мальчика? Это могло быть, если бы мы имели доказательство, что у него был велосипед. Но этого доказательства мы окончательно не могли добиться. Этот след, как вы видите, оставлен велосипедистом, ехавшим по направлению от школы. Или к ней. Нет-нет, милый Ватсон. Наиболее сильно вдавленный отпечаток сделан, конечно, задним колесом, которое выдерживает всю тяжесть тела. Замечаете вы несколько мест, где оно стерло более мягкий след переднего колеса? Он, несомненно, ехал от школы. Он, может быть, имеет, а может быть и нет отношения к нашим поискам. Но, во всяком случае, прежде чем идти дальше, проследим за ним назад. Мы так и сделали. И через несколько сотен ярдов, выбравшись из болотной части заросли, потеряли след. Идя по тропинке назад, мы напали на другое место, где ручей перерезал ее. Здесь мы снова увидели след от велосипеда, хотя он был почти стерт коровьими копытами. После того не было уже никаких следов, но тропинка входила прямо в мохнатую рощицу, находившуюся позади школы. Из этого-то леса и должен был выехать велосипедист. Холмс сел на камень и опустил подбородок на руки. Я успел выкурить две папиросы, прежде чем он шевельнулся. — Ну что ж, — сказал он наконец. Конечно, возможно, что хитрый человек переменит шины своего велосипеда, чтобы оставить после себя неясный след. Я бы гордился, что имею дело с преступником, способным принять такую предосторожность. Мы оставим этот вопрос неразрешенным и поспешим обратно к своему болоту, где у нас многое еще осталось нерасследованным. Мы продолжали свой систематический обзор северной части зарослей, и вскоре наше усердие было блистательно вознаграждено. По нижней части болота шла грязная тропинка. Холмс вскрикнул от восторга, когда подошел к ней. Как раз посередине ее виден был отпечаток, как бы от тонкой связки телеграфных проволок. То была пальмерская шина. — Это уж, наверное, Гейдагер! — воскликнул ликующий Холмс. — Мои рассуждения были, кажется, довольно здравы, Ватсон. Поздравляю вас! Но нам предстоит еще длинный путь. Пожалуйста, не ступайте по тропинке. А теперь пойдем вдоль этого следа. Боюсь, что он недалеко поведет нас. — Однако по мере нашего движения вперед по этой части заросли мы увидели, что след прерван в некоторых местах. И хотя мы часто теряли его, но нам всегда удавалось снова напасть на него. — Замечаете вы, — спросил Холмс, — что тут велосипедист, несомненно, ускорил ход. Это очевидно. Взгляните на этот отпечаток, где следы обеих шин ясно видны. Как тот, так и другой одинаковой глубины. Это может означать только то, что велосипедист перенес всю свою тяжесть вперед на руль, как это делается во время гонок. Боже мой, он упал! Тут было на тропинке большое в несколько ярдов неправильное пятно, затем несколько следов ног, и снова след шины. — Он упал набок, — подумал я вслух. Холмс поднял смятую ветку дрока в цвету. К ужасу своему я заметил, что желтые цветы были обрызганы красным. На тропинке и между вереском тоже были темные пятна, запекшиеся крови. — Плохо, — произнес Холмс. — Плохо. Сойдите с тропинки, Ватсон. Ни одного лишнего шага. Что я здесь читаю? Он упал раненый, встал, снова сел на велосипед и продолжал свой путь. Но нет другого следа. На этой боковой тропинке только следы коров. Не может быть, чтобы его забодал бык, это немыслимо, но я не вижу больше ничьих следов. Надо идти дальше, Ватсон. Эти пятна и след, наверное, доведут нас до него. Мы недолго искали. Следы шин стали фантастично извиваться по сырой блестящей тропинке. Вдруг, смотря вперед, я увидел сквозь густые кусты дрока блеск металла. Мы вытащили из них велосипед с пальмерскими шинами. Одна из педалей была согнута, и вся передняя его часть была ужасно перепачкана кровью. По ту сторону кустов виднелся кончик башмака. Мы обежали кругом и увидели там распростертого несчастного велосипедиста. Это был высокий мужчина с бородой и в очках, из которых одно стекло было вышиблено. Причиной его смерти был страшный удар, нанесенный ему по голове и раздробивший ему череп. Что он мог продолжать путь после того, как получил такой удар, доказывает только, как много в этом человеке было жизненных сил и мужества. На нем были надеты башмаки без носков, и из-под расстегнутого сюртука видна была ночная сорочка. Это, без сомнения, был учитель немецкого. Холмс благоговейно перевернул тело и очень внимательно осмотрел его. Затем он сел, погрузившись в глубокую думу, и я увидел по его нахмуренным бровям, что это мрачное открытие ненамного, по его мнению, продвинуло наше следствие. — Я несколько затрудняюсь решить, что мне делать, Ватсон. Мне лично хотелось бы продолжать расследование, потому что мы и так уж много потеряли времени и не можем располагать больше ни одним часом. С другой же стороны, мы обязаны уведомить полицию о нашем открытии и позаботиться о том, чтобы кто-нибудь присмотрел за телом этого бедняги. — Я могу отнести записку, но ваша помощь мне нужна. Постойте, там какой-то человек нарезает торф. Приведите-ка его сюда, и он уведомит полицию. Я привел крестьянина, и Холмс отправил испуганного малого с запиской к доктору Гюкстеблю. — Ну, Ватсон, — сказал Холмс, — мы сегодня утром нашли два ключа. — Один из них — велосипед с пальмерскими шинами, и мы видим, к чему это привело. Другой ключ — велосипед с денлопскими шинами. Прежде чем нам отправиться на розыске его, попробуем отдать себе отчет в том, что нам известно для того, чтобы отделить существенное от случайного. — Прежде всего я хотел бы убедить вас в том, что мальчик, несомненно, ушел по собственной доброй воле. Он спустился через окно своей комнаты и ушел или один, или с кем-нибудь. Это неоспоримо. Я согласился. Теперь вернемся к этому несчастному учителю. Мальчик, когда убежал, был нормально одет, следовательно, он знал заранее то, что будет делать. Немец же ушел без носков. Он, несомненно, очень спешил. Несомненно. — Почему он ушел? — Потому что видел из окна своей спальни бегство мальчика, потому что хотел его догнать и вернуть. Он схватил свой велосипед, преследовал мальчика и, преследуя его, встретил свою смерть. Так, по крайней мере, должно быть. Теперь я дошел до самого критического пункта своей аргументации. Со стороны мужчины, пускающегося в погоню за мальчиком, естественнее было бы просто побежать за ним. Он бы знал, что догонит его. Но немец поступает не так. Он хватает свой велосипед. Мне сказали, что он был превосходным велосипедистом. Он бы не сделал этого, если бы не видел, что мальчик имеет в своем распоряжении быстрый способ передвижения. Другой велосипед. Продолжим восстановление фактов. Немец встречает свою смерть в пяти милях от школы. И, заметьте, не от пули, которую даже мальчик мог бы выпустить, а от дикого удара, нанесенного сильной рукой. Значит, мальчик был не один. И бегство было поспешное, так как они сделали пять миль, прежде чем успел их догнать искусный велосипедист. Сейчас мы осматривали почву на месте трагедии. И что же находим? Несколько коровьих следов и больше ничего. Я сделал тут большой круг и не видел ни одной тропинки на пятьдесят ярдов в окружности. Другой велосипедист не мог иметь никакого прямого отношения к самому совершению убийства. И нет тут никаких следов человеческих ног. — Холмс! — воскликнул я. — Это невозможно! — Восхитительно! — произнес он. Это замечание бросает свет на дело. Это невозможно при моем описании дела. Следовательно, я в чем-то ошибся. Между тем вы сами видели. Можете ли вы указать на какой-нибудь ложный вывод? Он не мог при падении разбить себе голову. На болоте, Ватсон? Я становлюсь в тупик. — Ну-ну, мы решали задачи и посложнее. Во всяком случае, у нас материалы в изобилии, лишь бы только нам удалось воспользоваться им. Пойдем же и, использовав пальмерские шины, посмотрим, что дадут нам Денлопские. Мы вернулись на след и продолжали идти вперед вдоль него, но вскоре болото поднялось в виде покрытого вереском пригорка, и ручей остался позади нас. Нельзя было ожидать больше никакой помощи от дальнейших следов. От той точки, на которой мы видели последние следы Денлопских шин, они могли бы одинаково привести к как Гольдернас-Холлу, стройной башни которого поднимались в нескольких милях налево от нас, так и к низкому серому селу, расположенному впереди и указывавшему на расположение Честерфильдской большой дороги. Когда мы подходили к отвратительной и грязной харчевне с нарисованным на вывеске над дверью боевым петухом, Холмс вдруг застонал и ухватился за мое плечо, чтобы не упасть. Он, видимо, оступился и получил то растяжение сухожилия в щиколотке, от которого человек делается беспомощным. Он с трудом доковылял до двери, у которой толстый, смуглый, пожилой человек курил черную глиняную трубку. — Как поживаете, мистер Реубен Гейс? — произнес Холмс. — Кто вы такой? И почему вам так хорошо известно мое имя? — спросил крестьянин с подозрительным блеском в хитрых глазах. — Да ведь оно написано над вашей головой, и нетрудно узнать человека, который хозяин в своем доме. Не найдется ли в ваших конюшнях что-нибудь вроде экипажа? — Нет, у меня нет никакого экипажа. Я еле могу опустить ногу на землю. — Так не опускайте ее. — Но я не могу ходить. — Ну так что ж, скачите! Обращение Реубена Гейса было далеко не любезным, но Холмс отнесся к нему с восхитительным добродушием. — Послушайте, приятель, — сказал он, — я право попал в затруднительное положение. Мне все равно, как бы я не поехал. — И мне тоже, — произнес угрюмый хозяин, — у меня очень важное дело. Я бы предложил вам Соверен за прокат велосипеда. Хозяин навострил уши. — Куда вам нужно ехать? — В Гольдернас-холл. — Приятели герцога, а? — спросил кабачик, иронически посматривая на наши перепачканные грязью костюмы. Холмс добродушно засмеялся. — Кто бы там ни были, он во всяком случае будет рад нас видеть. — Почему? — Потому что мы принесем ему вести о его пропавшем сыне. — Хозяин очень заметно вздрогнул. — Что, вы напали на его след? — О нем слышали в Ливерпуле. С часа на час ожидают найти его. Снова произошла быстрая перемена в тяжелом небритом лице. Обращение крестьянина сразу стало простым. — Я менее чем кто-либо имею основания желать добра герцогу, — сказал он, — потому что я был когда-то его главным кучером, и он жестоко поступил со мною. Ни слова не говоря он рассчитал меня, поверив к клевете одного лживого торговца хлебом. Но я очень рад, что о молодом лорде слышали в Ливерпуле, и помогу вам отвезти эти сведения в Гольдернес. — Благодарю вас, — ответил Холмс. — Сначала мы немного посидим, а затем вы можете привестись в до велосипед. — У меня нет велосипеда. Холмс протянул ему Соверон. — Говорю вам, что у меня нет велосипеда. Я достану вам пару лошадей. — Ладно, ладно, мы поговорим об этом, когда немного подкрепимся. Когда мы остались одни в кухне с каменным полом, удивительно быстро излечилось растянутое сухожилие. Вечер был близок, а мы с утра ничего еще не ели, так что мы потратили некоторое время на свое подкрепление. Холмс, погрузившись в размышления, раза два подходил к окну и серьезно что-то высматривал из него. Оно выходило на грязный двор. В дальнем углу последнего находилась кузница, в которой работал перепачканный парень. По другую сторону были расположены конюшни. Осмотрев все это из окна, Холмс сел, но тотчас же снова вскочил с громким возгласом. — Клянусь небом, Ватсон, я, кажется, нашел решение. Да-да, это должно быть так. — Помните, Ватсон, что мы видели сегодня несколько следов коровьих копыт? — Помню. — Где? — Да повсюду они были, и на болоте, и на тропинке, и возле того места, где бедный Гейдагер встретил свою смерть. — Совершенно так. Ну, а теперь, Ватсон, скажите, сколько вы видали коров в зарослях? — Не припомню, чтобы видел хоть одну. — Странно, Ватсон, что мы видели следы коров вдоль всего нашего пути, и ни одной коровы в зарослях. Очень странно, Ватсон, не правда ли? — Да, странно. — Теперь, Ватсон, напрягите-ка свою память, вернитесь назад. Видите ли вы эти следы на тропинке? — Вижу. — Можете ли вы припомнить, что они имели иногда такой вид? При этом Холмс расставил несколько хлебных шариков. — А иногда такой, а временами и такой. Припоминаете ли вы это? — Нет, не припоминаю. — А я помню. Я мог бы поклясться, что это так. Впрочем, мы на досуге вернемся к этим следам и проверим их. — Как это я мог быть настолько слеп, чтобы не вывести из этого заключения? — А какое ваше заключение? — Только то, что оригинально та корова, которая движется шагом, легким галопом и в карьер, черт возьми, Ватсон, такой хитрый ход не мог зародиться в мозгу деревенского кабачика. А здесь никого нет, кроме парня в кузнице. Выйдем-ка, не заметим ли мы чего-нибудь? В полуразвалившейся конюшни стояла пара мохнатых, нечищенных лошадок. Холмс поднял заднюю ногу одну из них и громко рассмеялся. — Старые подковы, но вновь подкованные. Старые подковы, но новые гвозди. — Этот случай достоин названия классического. Войдем-ка в кузницу. Парень продолжал работать, не обращая на нас никакого внимания. Я видел, что глаза Холмса бегали справа налево, разыскивая что-то в железном и древесном мусоре, разбросанном на полу. Но мы вдруг услышали шаги. Позади нас стоял хозяин. Его тяжелые брови насупились над свирепыми глазами, смуглое лицо было искажено злобой. Он держал в руке короткую палку с металлическим набалдашником и направился к нам с таким угрожающим видом, что я невольно нащупал в своем кармане револьвер. — Эй вы, чертовы шпионы! — воскликнул он. — Что вы тут делаете? — Что с вами, мистер Реубен Гейс? — спокойно возразил Холмс. — Можно подумать, вы боитесь, что мы откроем что-нибудь. Крестьянин с усилием овладел собою, и угрюмое выражение сменилось фальшивым смехом, который казался более опасным, чем насупленные брови. — Сделайте одолжение, находите все, что вам угодно в моей кузнице, только послушайте. Я не желаю, чтобы люди без моего позволения совали свой нос в мои владения, а потому, чем скорее вы расплатитесь и уйдете, тем мне будет приятнее. — Прекрасно, мистер Гейс, у нас не было никаких дурных намерений, — сказал Холмс. — Мы пошли взглянуть на ваших лошадей, но, в конце концов, я думаю, что лучше пройтись пешком, кажется, недалеко, не более двух миль до ворот дома, по этой дороге налево. Хозяин мрачными глазами следил за нами, пока мы не вышли из его владений. Но мы недалеко ушли, так как при первом же повороте дороги, скрывшем нас от его глаз, Холмс остановился. — В этой харчевне было горячо, как говорится в детской игре, — сказал он. — Я чувствую, что с удалением от нее с каждым шагом становится холоднее. Нет-нет, я никак не могу ее покинуть. — Я убежден, — заметил я, — что этому Реубену Гейсу все известно. Я не видывал более очевидного негодяя. — А, он произвел такое впечатление на вас. Тут лошади, тут кузница. — Да, интересное место этот боевой петух. Полагаю, что мы еще раз взглянем на него. Позади нас простирался длинный отлогий скат холма, испещренный валунами серого известняка. Мы сошли с дороги и поднимались по холму, как вдруг, взглянув по направлению Гольдерна с Холлу, я увидел быстро катившего по дороге велосипедиста. — Ложитесь, Ватсон! — воскликнул Холмс, тяжело опустив руку на мое плечо. Едва успели мы броситься на землю, как мимо нас пролетел мужчина на велосипеде. Сквозь облако пыли я уловил бледное, взволнованное лицо. Лицо, все черты которого выражали ужас, с открытым ртом и дико смотревшими вперед глазами. Он походил на странную карикатуру резвого Джемса Уальдера, которого мы видели накануне вечером. — Секретарь герцога! — воскликнул Холмс. — Пойдемте, Ватсон, посмотрим, что он делает. Мы принялись перескакивать с валуна на валун, пока не добрались до такого места, откуда видна была дверь харчевни. Велосипед Уальдера был прислонен к стене рядом с нею. В доме незаметно было ни малейшего движения, и мы не видели никого в окнах. Солнце опускалось за башнями Гольдерна с Холла, и медленно надвигались сумерки. Затем мы увидели свет двух боковых ламп во дворе харчевни, и вскоре услышали топот копыт, шум колес, выехавших на дорогу, и бешеную скачку по направлению к Честерфильду. — Что вы думаете на этот счет, Ватсон? — шепнул мне Холмс. — Это похоже на бегство. Насколько я мог разобрать, это был кабриолет с одним человеком в нем. Это, без сомнения, был не мистер Джемс Уальдер. Так как вот он и сам у дверей. В темноте выступил красный квадрат света. Посреди стояла темная фигура секретаря, напряженно вглядывавшегося в темноту. Очевидно было, что он ожидал кого-то. Наконец послышали шаги по дороге. В пятне света показалась другая фигура, но тотчас же закрылась дверь, и все снова погрузилось во мрак. Через пять минут в одной комнате второго этажа была зажжена лампа. — Странные обычаи существуют в боевом петухе, — заметил Холмс. — Распивочная расположена по ту сторону дома. — Совершенно верно, а этих можно назвать личными гостями. Но какого черта нужно мистеру Джемсу Уальдеру в этом притоне в такой поздний час? И что это за товарищ, пришедший к нему сюда на свидание? — Пойдем, Ватсон, нам положительно нужно рискнуть и попробовать посмотреть на это немного ближе. Мы пошли потихоньку по дороге и подкрались к двери харчевни. Велосипед продолжал стоять, прислоненный к стене. Холмс чиркнул спичку, поднес ее к заднему колесу, и я услышал, как он хихикнул, когда свет ее упал на след Денлопской шины. Над нами было освещенное окно. Тотчас же ноги Холмса очутились на моих плечах, но не успел он взобраться на них, как был снова на земле. — Пойдем, друг мой, — сказал он. — Достаточно мы сегодня поработали. Думается мне, что мы собрали все, что можно было. До школы далеко, и чем раньше мы выступим, тем лучше. Холмс почти не открывал рта в продолжении всего утомительного пути по зарослям, а когда мы дошли до школы, то он не вошел в нее, а отправился на Мальктонскую станцию, чтобы отослать несколько телеграмм. Поздно ночью я слышал, как он утешал доктора Гюкстебля, удрученного трагической смертью своего учителя, а еще позднее Холмс вошел в мою комнату, такой же бодрый и энергичный, каким он был утром. — Все идет хорошо, мой друг, — сказал он. — Обещаю, что к завтрашнему вечеру мы доберемся до разгадки тайны. На следующее утро в одиннадцать часов мой друг и я шли по знаменитой Тиссовой аллее Гольдернес-Холла. Нас вели через великолепную елизаветинских времен дверь в кабинет его светлости. Там мы застали мистера Джемса Уальдера, скромного и вежливого, но с легкими следами дикого ужаса прошлой ночи, проглядывавшего в его бегающих глазах и искаженных чертах. — Вы пришли к его светлости. Мне очень жаль, но дело в том, что герцог чувствует себя очень нехорошо. Его очень потрясли трагические вести. Мы получили вчера телеграмму от доктора Гюкстебля, извещавшую нас о вашем открытии. — Мне нужно, мистер Уальдер, видеть герцога. — Но он в своей спальне. — Так я вынужден войти в его спальню. — Он, кажется, в постели. — Я увижу с ним, если он и в постели. Холодный и непреклонный тон Холмса показал секретарю, что напрасно будет спорить с ним. — Хорошо, мистер Холмс, я ему скажу, что вы здесь. Через полчаса появился вельможа. Его лицо было еще более мертвенное, плечи округлились, и он мне показался состарившимся со вчерашнего утра. Он приветствовал нас с надменной вежливостью и сел у своего письменного стола, опустив на него свою длинную красную бороду. — Ну-с, мистер Холмс, произнес он. Но глаза моего друга были устремлены на секретаря, стоявшего возле стула своего господина. — Полагаю, ваша светлость, что я мог бы говорить свободнее в отсутствии мистера Уальдера. Секретарь слегка побледнел и бросил злобный взгляд на Холмса. — Если ваша светлость желает... — Да-да, лучше уйдите. — Ну-с, мистер Холмс, что вы имеете сказать? — Друг мой подождал, пока не закрылась дверь за секретарем. — Дело в том, ваша светлость, — сказал он, — что мой коллега, доктор Ватсон и я, слышали от доктора Гюкстебля, что за это дело обещано вознаграждение. Я бы желал услышать подтверждение этого из ваших уст. — Конечно, мистер Холмс. — Размер этого вознаграждения, если я правильно осведомлен, пять тысяч фунтов тому, кто скажет, где находится ваш сын. — Совершенно верно. — И еще тысяча фунтов тому, кто назовет лицо или лиц, держащих его в заточении. — Верно. — В последнюю категорию включается, несомненно, не только тот, кто похитил его, но и те, которые помогают держать его. — Да-да, — нетерпеливо воскликнул герцог. — Если вы хорошо исполните свое дело, мистер Холмс, то вам не придется жаловаться на мою скупость. Друг мой потер свои тонкие руки с выражением алчности, что очень меня удивило, так как мне известны были его скромные вкусы. — Мне кажется, что я вижу чековую книжку вашей светлости на столе, — продолжал он. — Я был бы очень доволен, если бы вы написали чек в шесть тысяч фунтов. — Может быть, не худо было бы вам, кстати, написать на нем и название моего банка — Столичный и Графский банк, отделение Оксфордской улицы. Его светлость грозно выпрямился на своем стуле и посмотрел на моего друга жестким взглядом. — Это шутка, что ли, мистер Холмс? Тут вряд ли найдется повод для шутки. — Вовсе не шутка, ваша светлость. Я никогда в жизни не говорил серьезнее. — Так что означают ваши слова? — Они означают, что я заслужил вознаграждение. Я знаю, где находится ваш сын, и знаю, по крайней мере, некоторых из тех, кто его держит. Борода герцога стала как бы еще более красной на его мертвенно-бледном лице. — Где он? — произнес он, задыхаясь. — Он находится или находился прошлой ночью в харчевне «Боевой петух», всего в двух милях от ворот вашего парка. Герцог откинулся на спинку стула. — И кого обвиняете вы? Ответ Шерлока Холмса был ошеломляющий. Он живо выступил вперед и дотронулся до плеча герцога. — Я обвиняю вас, — сказал он. — А теперь, ваша светлость, я попрошу вас побеспокоиться, дать мне чек. — Никогда не забуду я лица герцога, когда он вскочил и протянул руки, точно падает в бездну. Затем, сделав неимоверное усилие овладеть собой, этот аристократ сел и закрыл лицо руками. Прошло несколько минут в молчании. — Насколько вам все известно? — спросил он, наконец, не поднимая головы. — Я видел вас вместе вчера вечером. — Знает ли это еще кто-нибудь, кроме вашего друга? — Я никому не сказал ни слова. Герцог взял дрожащей рукой перо и открыл чековую книжку. — Я буду верен своему слову, мистер Холмс. Как ни неприятно мне доставленные вами сведения, я сейчас напишу чек. Когда я впервые предложил такое вознаграждение, то не воображал, что события примут такой оборот. Но вы и ваш друг, мистер Холмс, скромные люди. — Вряд ли я понимаю вашу светлость. — Придется мне объясниться, мистер Холмс. Если этот инцидент известен только вам двоим, то нет никакого основания, чтобы он был разглашен. Я, кажется, должен вам двенадцать тысяч фунтов, не так ли? Холмс улыбнулся и покачал головой. — Боюсь, ваша светлость, что дело едва ли может быть так легко улажено. Приходится считаться со смертью учителя. Но Джемс ничего не знал об этом. Вы не можете считать его ответственным за это. Это было дело грубого разбойника, которому он имел несчастье довериться. — Я должен держаться того взгляда, ваша светлость, что когда человек решается на какое-нибудь преступление, то он становится нравственно ответственным за всякое другое преступление, могущее возникнуть из него. — Нравственно, мистер Холмс, вы, конечно, правы, но не в глазах закона. Нельзя судить человека за убийство, при котором он не присутствовал, и которое ему столь же ненавистно и омерзительно, как и вам. Тотчас, как только Джемс услыхал о нем, им овладел такой ужас и такие угрызения совести, что он во всем признался мне. Он немедленно ни одного часа окончательно порвал с убийцей. — О, мистер Холмс, вы должны спасти его, вы должны спасти его. Говорю вам, что вы должны его спасти. Герцог лишился последнего самообладания и шагал по комнате с конвульсивно подергивающимся лицом и размахивая судорожно сжатыми руками. Наконец он овладел собой и снова сел за письменный стол. — Я оценю то, что вы пришли ко мне прежде, чем заговорить с кем бы то ни было другим об этом деле, — сказал он. — По крайней мере, мы можем обсудить, как свести до минимума этот отвратительный скандал. — Конечно, — ответил Холмс. — Я думаю, ваша светлость, что это возможно будет только при абсолютной и полной откровенности между нами. Я готов предоставить в помощь вашей светлости свои способности, но для этого я должен знать до малейших подробностей, как обстоит дело. — Я понял, что ваши слова относились к мистеру Джемса Уальдеру и что он не убийца. — Нет, не он. Убийца скрылся. Шерлок Холмс слабо улыбнулся. До вашей светлости, вероятно, не дошел слух о моей скромной репутации, иначе вы не воображали бы, что так легко скрыться от меня. Мистер Реобен Гейс был арестован, по моему донесению, в Честерфильде вчера, в одиннадцать часов вечера. Сегодня утром, перед выходом из школы, я получил телеграмму об этом от начальника сыскной полиции. Герцог прислонился к спинке стула и с удивлением уставился на моего друга. — Вы, по-видимому, обладаете почти нечеловеческими способностями, — сказал он. — Так значит, Реобен Гейс взят? — Я очень этому рад, если только это не отразится на судьбе Джемса, вашего секретаря. — Нет, сэр, моего сына. Теперь Холмс, в свою очередь, был удивлен. — Признаюсь, ваша светлость, что это совершенная новость для меня. Я вынужден просить вас объясниться точнее. — Я ничего не скрою от вас. Я согласен с вами, что полная откровенность, как бы она ни была тяжела для меня. Лучшая политика в этом отчаянном положении, до которого нас довели безумие и ревность Джемса. — Когда я был еще очень молод, мистер Холмс, я любил той любовью, которая бывает один только раз в жизни. Я сделал предложение, но мне отказали на том основании, что такая женитьба могла бы испортить мне карьеру. Если бы она осталась в живых, то я, конечно, ни на ком бы другом не женился. Но она умерла и оставила единственного ребенка, которого я любил и берег ради нее. Я не мог признать его за сына перед светом, но дал ему лучшее воспитание, и как только он возмужал, держал его при себе. Он нечаянно узнал мою тайну и с тех пор всегда рассчитывал на свои права на меня и на возможность поднять скандал, который был бы мне ненавистен. Отчасти из-за него мой брак не удался. Больше всего он с самого начала упорно ненавидел моего юного законного наследника. Вы, конечно, спросите меня, почему при таких обстоятельствах я продолжал держать Джемса под своей кровлей? А потому, что в его лице я видел лицо его матери, что ради ее дорогой для меня памяти не могло быть предела моему долготерпению. Он также умел вызывать в моей памяти все ее милые привычки. Я не мог его удалить, но я так боялся, чтобы он не причинил зла Артуру, лорду Сальтайру, что для безопасности отдал последнего в пансион доктора Гюкстебля. Джемс вошел в качестве агента всношения с Гейсом, так как последний был моим фермером. Он с самого начала был мерзавцем, но каким-то странным образом Джемс близко сошелся с ним. У него всегда была склонность к людям низшего сорта. Когда Джемс решил похитить лорда Сальтайра, он обеспечил себе услуги этого человека. Вы помните, что я писал Артуру? Ну, так Джемс вскрыл письмо и вложил в него записку, в которой просил Артура прийти к нему на свидание в лесок у школы, называющейся Мохнатой Рощицей. Он злоупотребил именем герцогини и тем заставил мальчика прийти. В тот вечер Джемс поехал туда на велосипеде, передаю вам то, в чем он сам признался мне, и сказал Артуру, которого встретил в Рощице, что мать жаждет увидеть его, что она ждет его в зарослях, и если он снова придет в полночь в Рощицу, то найдет там человека с лошадью, который отвезет его к ней. Бедный Артур попался в ловушку. Он пришел на место свидания и застал там этого Гейса с двумя лошадьми. Артур сел на одну из них, и они поехали вместе. Оказывается, хотя Джемс узнал об этом только вчера, что их преследовали, что Гейс ударил преследователя своей палкой и что последний умер от нанесенного удара. Гейс привез Артура в свой кабак «Боевой петух», где его заперли в комнате верхнего этажа, верив по печенью миссис Гейс, женщины доброй, бывшей в полном подчинении у своего грубого мужа. — Ну-с, мистер Холмс, таково было положение вещей, когда я впервые увидел вас два дня тому назад. — Я не больше вашего имел понятие об истине. Вы спросите, какими Джемс руководствовался мотивами для совершения такого поступка. Я отвечу вам, что в его ненависти к моему наследнику было много безрассудства и фанатизма. По его мнению, он сам должен был бы быть наследником всех моих владений, и он питал сильнейшую злобу против общественных законов, которые возбраняли ему это. Вместе с тем у него был и определенный мотив. Ему страстно хотелось, чтобы я нарушил право наследования, и он полагал, что это в моей власти. Он намерен был войти со мной в сделку, вернуть мне Артура, если я нарушу право наследства, и сделаю так, чтобы он получил имение по духовному завещанию. Ему было хорошо известно, что я никогда добровольно не призову на помощь против него полицию. Я говорю, что он намерен был предложить мне такую сделку, но не сделал этого потому, что события следовали слишком быстро одно за другим, и он не имел времени осуществить свои планы. Он пришел в себя, как только вы обнаружили тело Гейдагера. Узнав об этом, Джемс был поражен. Известие это пришло к нам вчера, когда мы сидели вместе в этом кабинете. Доктор Гюкстебль прислал телеграмму. Джемс так был ошеломлен и взволнован, что мои подозрения, никогда не исчезавшие вполне, моментально превратились в уверенность, и я обвинил его в этом преступлении. Тогда он сделал мне полное добровольное признание, после которого умолял меня сохранить тайну еще три дня, чтобы дать возможность его подлому соучастнику спасти свою преступную жизнь. Я уступил, как и всегда уступал его мольбам. И тотчас же Джемс поспешил в боевой петух, чтобы предупредить Гейса и предоставить ему возможность побега. Я не мог идти туда днем, боясь возбудить толки, но как только наступила ночь, я поспешил увидеться с моим дорогим Артуром. Я застал его здоровым и невредимым, но пораженным невыразимым ужасом.